Я задавал этот вопрос с Василием Садоминым, вёл дебаты, тоже блогер известный, и я его спросил, «Вася, что ты будешь делать на следующий день, когда закроют YouTube?» Он не очень понял мой вопрос. Он сказал, «Я в Яндекс.Эфир пойду». В содержательном смысле этот вопрос в том, что мы будем делать, ты, к примеру, когда политическая диктатура закроет возможности агитации пропаганды, ну, так, как они существуют сегодня, как они доступны сегодня. Я начну с того, с чего начал ты, для того, чтобы разрушить всю пирамиду твоих логических построений сразу же. Когда мы ассоциируем с миллионами лайков, подписчиков и просмотров, реально существующих в реальной жизни людей, мы совершаем главную ошибку. Ни подписчики, ни лайки, ни просмотры не придут поддержать тебя или меня, или Александра, если что-нибудь случится. И вообще, если сравнить вот эту зашкаливающую популярность фильма о дворце с тем, как накапливаются просмотры на боях ММА, допустим, или с роликами, как зовут блогера, Влад Бумага, по-моему, из Беларуси, вот, или с какими-нибудь кошечками, или с переделанными автомобилями, то выяснится, что именно там сосредоточены самые могучие силы нашего народа. И, видимо, если развесить красный флаг на стриме Кати Клэп или кого-нибудь еще, то мы сможем спровоцировать сход еще более серьезной лавины. Понимаешь, я задал тебе вопрос, что делать. И из того количества слов, которые было произнесено в ответ, если его как-то упростить, как уравнение, я вижу в этом во всем только один ответ. Мы должны были бы броситься на амбразуру нашего флага. В общем, этой панораме флагов не хватало. Если бы был и наш флаг, то 20 миллионов тут же присоединились бы к нам, или не тут же по частям, по миллиону присоединились бы к нам. Если бы эти 20 миллионов существовали в реальности, мы бы встречались с этими 20 миллионами каждый день, в том числе спускаясь в метро. Мы бы видели их не на демонстрациях протестов, но это недовольство, оно капало бы со стен, и с крышки кирпичами свалилось бы на околоточных и жандармов. Но этого не происходит. И не происходит это по тем самым объективным причинам, о которых я тебе сказал. Подменить собой эти объективные причины невозможно. Ты спрашиваешь меня, что я буду делать, когда отключат YouTube. Не способствую ли я тем, что фокусирую внимание свое и своей аудитории на вращении языка, а не на том, чтобы тормозить скатывание нашей системы в реакцию. Я рассчитываю, я прекрасно понимаю, куда все движется. И в этом, наверное, в прогнозе, в оценке мы с тобой не расходимся. Но я думаю, что то время, незначительное время, которое есть, необходимо истратить на то, чтобы людей, понимающих, осознающих, по-настоящему осознающих то, что говорю я или думаешь ты, чтобы их было как можно больше, чтобы эти люди были не просто понимающими, нам недостаточно понимающих, нам не нужны распространители. В упомянутой того работе, что делать, Ленин не только иронизирует над теми, кто разговаривает без дела, а, повторюсь, есть принципиальная разница. Между тем, в какой момент написана работа, что делать, между тем моментом, в котором появилась работа о детской болезни, ливизны и настоящим моментом. Ленин тогда, потому что тогда рабочие движения на подъеме, потому что тогда тысячами измеряется количество стачек и забастовок в стране ежегодно в Российской империи проходившей, а сегодня ничего подобного нет и близко. Тогда капитализм только вступает в свои права, сегодня мы наблюдаем совершенно противоположную ситуацию в нашей стране. Но тем не менее, даже тогда Ленин говорит, что нам необходим армия агитаторов и пропагандистов. И моя задача, понимая шкурой и умол, и каждый здесь находящийся, наверное, это предчувствует, недалек тот день, когда все-таки дотянется чахлая рука Росковнадзора до злополучного рубильника и сумеет этот рубильник как стопкан дернуть, чтобы к этому моменту количество людей, которые способны транслировать это без Ютуба, через листовки, через язык, через разговор в вагоне метрополитена, чтобы это количество было больше, а не меньше. А результатом того, что предлагаешь делать ты, может быть полное обезглавливание того немногочисленного пропагандистского актива или теоретического актива, или профсоюзного актива, который сформировался сейчас. Это совершенно не означает, что необходимо сторониться акцией протеста. Но эти акции протеста должны быть такими акциями, где не ты являешься ведомым и манипулируемым, а где ты можешь вести и манипулировать даже так. Но если у тебя нет на это ни малейшего шанса, то ввязываться в такие авантюры, я считаю, как только что цитировал, преступление, а не гениальный находок. Спасибо.